Погода, как по заказу, солнечная, теплая, с легким ветерком. До старта совсем немного. Организаторы уточняют списки участников и раздают номера. Соревнования по северной ходьбе в рамках масштабного областного марафона были организованы на территории парка Опаренки. Стать участником большого спортивного мероприятия могли женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Я всем желаю дойти до финиша. Не надо никуда торопиться. Надо только получить колоссальное, абсолютное удовольствие от этого летнего утра, от того, что мы вместе и есть такая возможность, и ею надо пользоваться. В марафоне приняли участие более 100 человек. Спортсменам предстояло пройти дистанцию в 3 километра. Основные правила – не бежать и не забывать про палки. Они должны помогать при ходьбе. Просто нести их было нельзя. Победить я не хочу. Я хочу просто поучаствовать. Я всегда за выступления массовые и одиночные. Это очень интересно. Адреналин такой появляется. И есть стимул, к чему стремиться. Первыми стартовали мужчины, далее – женщины. Дамы были разделены на две возрастные группы. Во время марафона участников сопровождали волонтеры. У нас пойдет три колонны поэтапно. И в сопровождении у нас будет от двух до четырех волонтеров у каждой колонны, которые на связи на всем протяжении маршрута. Людмила Ковальчук занимается этим видом спорта уже 4 года. Дистанцию планирует пройти как можно быстрее и показать при этом лучшую технику ходьбы. Нравится ходить на занятия, активно. И себя хорошо чувствую. Стоит отметить, что большая часть спортсменов – участники программы «Активное долголетие». Мы настраиваем и готовились эту неделю. Учились правильно, какие еще отрабатывали моменты, чтобы идти правильно, чтобы быстро и чтобы на время. Вот мы готовились. После прохождения дистанции участники оценили качество трассы отметили, что без ежедневных тренировок одолеть такое расстояние было бы непросто. По итогам соревнования победители и призеры были определены в нескольких категориях. Все участники получили медали и подарки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.